друзья всем привет сегодня впервые я разбираю планировку в жилом комплексе не скучный сад вот александровский сад уже разбирал а сейчас будет не скучный и это евро трешка друзья которую я делал для семьи из трех человек с прицелом на четвертого члена семьи вот такой запрос ко мне поступил замечательные ребята обратились у них один ребенок и купили они квартиру сразу с прицелом так сказать нам еще здесь есть три спальни и одна общая кухня гостины и это очень здорово и показалось когда они приобрели квартиру но когда пришли на объект непосредственно его принимать возникло множество вопросов а как разместить места хранения а как станет кухонный гарнитур а куда детскую куда спальню как вообще удобно все расположить чтобы было удобно красиво уютно вот именно с этим они ко мне и пришли так что ребята сейчас разбираю большую квартиру для замечательной семьи в жилом комплексе не скучный сад поехали жилой комплекс не скучный сад это детище атомстрой комплекса атом строй комплекс всегда что-нибудь на проекте и построит это кажется чем потом приходится нам немножечко включать голову так сказать вроде бы все ничего но первая проблема которая приходит в голову это где хранить вещи в прихожей хотя казалось бы прихожая большая и при ней гардероб есть но гардероб настолько узкий что если вы поставите шкаф вдоль стены то потом придется протискиваться по узенькому проходику это не совсем то что ожидает покупатели квартиры за такие деньги более большой это первая проблема вторая проблема нету никаких стеночек поэтому входящий сразу просматривает все общее пространство что заказчикам кажется некомфортным и они попросили что-то с этим сделать третьим они кухонный гарнитур хозяйка очень любит готовить ей нужен большой кухонный гарнитур и конечно с острого а здесь конфигурация такая что большая кухня не влазит даже если мы поставим ее углом углом поставим а остров ставить уже некуда мешается вот этот вот пилон да и вот этот вот тоже не совсем так чтобы украшал интерьер это тоже проблема с которой я буду работать и покажу что у меня получилось в итоге ну и дальше как обычно места хранения куда поставить шкафы чтобы не мешали чтобы не раздражали глаз как организовать детскую комнату как вторую организовать пока это будет кабинет потом в будущем детская комната но тем не менее подумать заранее надо как там все расположить ну и конечно же спальня родителей что делать со спальней куда ее поставить справа она будет слева да и вообще когда у вас семья хочется чтобы была мастер спальни и вот тут вроде бы она есть вот вот прямо вот есть один ход свой санузел даже с окном это здорово что в санузле есть окно но оставшаяся комната настолько маленькая что когда кровать встанет место под шкаф останется очень-очень немного но или будет тесновато по крайней мере мне так показалось это тоже одна из проблем короче сейчас все эти проблемы будем решать эти проблемы озвучены не мной они озвучены заказчиком который обратился ко мне за консультацию и это конкретный пример как я разбираю планировки что я в них улучшаю что меняю как расставляю мебель поэтому он будет в помощь давайте смотреть первое с чем я всегда начинаю работать это общее пространство общее пространство во первых это самая большая комната кухня гостиная столовая общее пространство это входная зона то есть прихожая здесь это практически единое целое вот с этого и начнем итак прихожая когда мы заходим попадаем в достаточно большое пространство которое я еще оградил перегородкой то есть построю перегородку между прихожей и кухней гостиной сместив проем немного в сторону относительно входа видите он смещен это позволяет сузить угол обзора соответственно если пришел какой-то посыльный или доставщик еды перед ним не будет раскрыта вся комната ну то есть он будет видеть какой-то небольшой кусочек но все остальное будет закрыто вот решили первую проблему таким образом дальше я убрал гардеробную ну потому что все равно это не гардеробная кладовка какая-то там хранить вещи по нормальному удобно не получается поэтому я ее загородить стенкой и в торец прихожей поставил шкаф глубиной на 60 см это значит мы спокойно повесим плечики одежду будем развешивать два уровня нижний уровень это то что мы носим сейчас и верхний уровень от потолок это то что мы можем убирать одежда на другой сезон с противоположной стороны узкий шкаф вот обратите внимание узкий шкаф узкие шкафы очень удобно поставить в них обувь сумки шапки шарфы кофты тоже можно делать до потолка будет очень много места которое мы будем использовать с пользой чем удобен узкий шкаф а потому что вы ставите обувь в один ряд а не в два обувь стоящая в два ряда как в обыкновенном шкафу на 60 сантиметров глубиной вы забываете про эту обувь которая там вдалеке ее неудобно доставать поэтому используйте узкие шкафы помимо этих двух шкафов здесь есть конечно же пуфик зашли сели сняли обувь поставили тут же в шкафчик сняли верхнюю одежду и прошли в зал что у нас в зале в зале у нас есть диванная группа вот вы видите диван телевизор столик журнальный кресло как раз для трех членов семьи пожалуйста располагаемся с удобством дальше у другого окна стол круг вы с четырьмя стульчиками очень удобно расположиться при желании этот стол можно разложить в сторону кухни а вот кухня здесь самое интересное она состоит аж из трех частей первое это привычный остров далее идет рабочая поверхность вдоль всей стены а за этой поверхностью кладовая и она же продолжение кухни внутри этого помещения стоит холодильник стоит морозильник это было обязательное требование хозяев этой квартиры потому что готовят много запасов соответственно много между морозилкой и холодильником тоже рабочая поверхность на которой стоит кухонная утварь вы только представьте насколько это удобно например вам нужно загрузить что-то в хлебопечку и в мультиварку мультиварка и хлебопечка находится как раз внутри этого помещения загрузили запустили и вышли все все там все само по себе делается варится жарится парится это же очень удобно а удобство заключается в том что вам эти приборы не надо никуда прятать убирать вообще со столешницы куда-то перемещать двигать получилось что достаточно удобно единственное пожалуй неудобство что нужно внутри этого помещения заходить чтобы из холодильника что-то взять но опять же есть плюс холодильника нет внутри основного парадного помещения то есть есть только рабочая поверхность над этой рабочей поверхностью можно даже шкафчики не размещать потому что очень много мест хранения места хранения под рабочей поверхностью места хранения вокруг острова и с одной стороны и с другой стороны если хотите а также внутри этой кладовочки тире кухни то есть по вот этому фронту эта кухня где мы можем что-то дополнительно готовить а поверху над дверью это могут быть полки на которых полностью организовано очень удобное и объемное хранение представляете как можно много запасов там хранить я согласен очень необычное решение но тем не менее ведь все-таки это решает нашу задачу кухня получается большой если пришли гости мы можем очень быстро скрыть все что нам не нравится где мы готовили что-то и вот что-то осталось раз за дверь вот здесь и скрыли у нас осталось только парадная кухня с большим островом остров это тоже пожелание заказчика которая здесь реализована кстати смотрите какое интересное решение остров не прижимается к стене абсолютно все делают так чтобы остров был прижат чтобы кухня была сделана буквой п я уверен на сто процентов дизайнеры бы сделали именно вот так вот такой буквой п но тогда это нарушает композицию почему потому что обеденный стол остров все расположено по центру помещения и как бы нанизываются на одну ось они стоят прямо посередине это во первых это создает композицию уравновешенную это равновесие симметрия потому что а когда мы не прижимаем остров к стене это дает ощущение воздуха почему потому что мы видим что за островом есть пространство есть куда проникать воздуху и как бы обволакивать вокруг этого объема понимаете это такой обман для мозга наш мозг нам говорит ничего себе как много свободного места раз они ставят так свободны посередине вот эту вот громоздкую мебель ну короче говоря это одно из правил хочешь воздуха простора не жми мебель в углы не жми к стенам ставь свободно чтобы воздух ходил свободно вот такое вот интересное правило ну и посмотрите как расположена вся остальная мебель не только кухонная но и диван все относительно осей симметрии все это в будущем позволит создать симметричную правильную уравновешенную композицию что уже залог красивого дизайна а я всегда говорю что в вашей квартире должно быть удобно красиво и уютно вот в планировке это уже заложено но давайте следующее помещение посмотрим дальше проходим по коридору и мы увидим две двери первая ведет в ванную ванная здесь есть ну сама непосредственно ванна напротив нее раковина и унитаз сделано это так чтобы между ними осталось как можно больше свободного места и о чудо здесь есть окно я всегда говорю солнечный свет это подарок видите планировку с окном в ванной но уже 50 процентов успеха обеспечено поверьте принимать ванну или душ просто умываться при наличии солнечного света это отдельное удовольствие это прямо вот настоящий кайф здесь он обеспечен дальше детская комната в детской комнате есть кровать есть два стола это запрос заказчика чтобы был один рабочий для уроков и с компьютером а второй стол для творчества представляете как это удобно не надо постоянно убирать со стола там какую клепку или что-то красил рисовал ребенок ему сейчас надо это все убрать потом достать уроки себе сделать нет два стола на одном столе творчество на другом столе уроки вот такое решение так что берите на заметку здесь эта идея реализована рядом со столами есть стеллаж к этому стеллажу ближе стол который для творчества соответственно удобно все со стеллажа доставать и раскладывать прямо на столе разумеется есть шкаф вдоль стены но он туда подальше ко входу а между шкафом и кроватью стоит кресло за креслом окно это обеспечит очень комфортно и удобное чтение между прочим ну а если все это засадить цветами деревьями то можно создать настоящие джунгли как я показывал в одном из примеров поэтому здесь эту идею можно реализовать а если вы поставите не просто кресло какую-нибудь качалку такое знаете кресло качалку тире гамак вообще будет вот так вот классно ваш ребятенок будет сидеть читать книжки про какие-нибудь путешествия это ли не мечта родителей ребенок с книжкой красота но переходим в остальные комнаты остальные комнаты это кабинет и в будущем детская поэтому особенно здесь подробно останавливаться не будем напротив этой комнаты большущая постирочная стиральная машина тут же уборочный инвентарь тут же всяческое хранение корзина для белья химия место очень много сверху еще полки можно сделать под белье а напротив гладильная доска гладим тут же складываем и самое классное гладильную доску можно не убирать это очень удобно стоит доска утюг все это в рабочем состоянии не надо переживать что там куда-то этот не влезет надо убирать ну короче говоря удобно и обратите внимание какой вход сюда это не просто дверь которая обычно открывается а это откатная дверь откатную дверь мы спокойно навешиваем на рельсу невидимую есть такие системы невидимые рельсы эта дверь в виде зеркала то есть со стороны коридора даже никто не подозревает что там есть помещение вот такая тайная комната отодвигаем и спокойно проходим в постирочную это очень удобно потому что с открытой дверью когда мы занимаемся хозяйством для нас самое главное удобство чтобы мы удобно зашли и вышли дверь бы нам не мешала обручку чтобы мы там никак не спотыкались не запинались не задевали поэтому откатная дверь но здесь я бы хотел обратить ваше внимание еще вот на какую фишку вот эта стеночка сдвинута раньше она стояла вот здесь и как бы получался коридор не очень широкий ну в метр десять примерно по ширине я беру и сдвигаю эту перегородку на 60 сантиметров в комнату для того чтобы поставить шкаф со стороны коридора это дополнительное хранение для прихожей туда мы можем убирать те вещи которые не влезли в прихожую здесь мы можем хранить постельное белье например ну а с обратной стороны стоит еще один шкаф для детской на самом деле не так уж сильно потеряла детская комната причем когда она еще станет детской сейчас это просто кабинет для кабинета лишиться двух квадратных метров не так страшно но было 13 с половиной метров стало 11 с половиной метров в принципе я вас уверяю это не так страшно как если бы не хватало мест хранения но теперь мест хранения предостаточно а это значит у вас всегда будет порядок а порядок это уже залог дизайна но представьте вот вы сделали дизайн и вдруг у вас что-то не влазит какие-то вещи это что это значит у вас какие-то коробки где-то что-то валяется но каком тут дизайне говорить уже и не приходится поэтому в первую очередь в планировке продумывайте хранение итак переходим к спальне спальня получилось особенно чудесно почему потому что это мастер спальня здесь стоит кровать с двумя тумбами напротив нее длиннющий шкаф вдоль всей стены внутри этого шкафа встроен комод с телевизором ну кстати я не понимаю зачем нужен телевизор а ну так захотели ну а вообще можно и без телевизора значит шкафы будут еще больше шкафы во всю стену но самое интересное это ванна в нее мы входим тоже через спальню собственно поэтому она и называется мастер спальня а вот стена между душевой и спальней прозрачная то есть просто-напросто стекло это значит что дневной свет будет проникать внутрь этой душевой и когда мы умываемся это особенные чувства и ощущения здесь стоит двойная раковина можно сразу вдвоем умываться чистить зубы тут же осталось место под кресло где можно сесть там и педикюр например делать ну или еще что-то не знаю прихорашиваться как-то причесываться сидя завиваться это же удобно когда есть кресло в другом углу стоит комодик например вот такой высоты такой ширины со множеством ящичков который выдвигается это много-много-много хранения которое обеспечит вам порядок в этом пространстве а это главное я напомню ну и в закутки в таком знаете за стеночкой чтобы было незаметно унитаз и душевая они как бы объединены в одно пространство кто-то скажет оу что это такое так никто не делает ребята мы так делаем когда хотим сэкономить пространство и вам советую вот такое решение унитазу от воды не будет ничего страшного а крышка пластмассовая то есть вода ему никак не навредит а когда вы крышку поднимите стульчак будет вообще сухим поэтому пользуйтесь на здоровье но с учетом того что в самой душевой кабине сделан уклон и вода стекает в течение полуминуты а еще через минуту но хорошо через 2 ваш пол полностью сухой потому что там сделан теплый пол так что решение вот такое экономит пространство и позволяет например сделать две раковины а также поставить кресло и комодик но согласитесь это круто когда ты заходишь в душевую не просто как в постирочно-помывочную а как в красивую комнату там еще и люстру можно повесить зеркало шикарно не какой-то дурацкий мой до дыр поставить а красивый комод с раковиной ну в общем настоящий кайф а для того кто засмущается можно повесить изнутри шторочки зашел шторочки закрыл и все тебя никто не видит и свет не проникает ну а если есть лишние деньги то можно сделать смарт стекло нажал на кнопку и стекло сделано матовым еще раз нажал прозрачная матовая прозрачная матовая прозрачная но в общем это для тех кто побогаче но в принципе можно и шторкой обойтись тоже вот такое вот решение ребята что думаете по этому поводу как вам решение со стеклянной стеной в ванную осмелились бы себе сделать такое пишите в комментариях ну и вообще по поводу планировки тоже можете написать свои комментарии рекомендации а может быть какие-то ссылочки на проекты не знаю зачем я это сказал но сказал так сказал так что что нибудь шлите может быть и я чему-нибудь у вас научу в общем ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик на этом все всем пока да прибудет с вами музык